Вернемся к новостям. В Красноярске заработала крупнейшая за Уралом выставка информационных технологий IT-ком. Ведущие места на ней заняли разработки краевых программистов и резидентов краевого бизнес-инкубатора. Как с помощью мобильного телефона записаться к любому врачу, повысить квалификацию сотрудников и о других инновациях в сфере IT, узнавал Александр Ловицкий. Этот сервис, разработанный красноярскими программистами, позволяет записаться к любому врачу через компьютер или мобильный телефон. Система лишь один из экспонатов крупнейшей за Уралом выставки информационных технологий IT-ком. Свои разработки выставили более 80 компаний со всей страны. Специалисты в области IT-технологий представляют новые системы связи, приложения для смартфонов, с помощью которых можно добавить в гаджет самые экзотичные функции. Также на выставке можно встретить десятки компьютерных программ и разработок игровой индустрии. Свои инновационные проекты в области IT представили и резиденты краевого бизнес-инкубатора. Многие из них связаны с оптимизацией и развитием бизнеса. К примеру, система промышленной автоматизации. Разработка своего рода электронный помощник, которая следит за рабочим процессом и выявляет его слабые стороны. По мнению создателей системы, она сделает любое производство эффективнее минимум на 20%. Сотрудник, обслуживающий оборудование, подходит, идентифицирует себя и получает через эту систему производственные задания. Этот терминал подключен к оборудованию, он фиксирует количество произведенной продукции, фиксируются все остановки оборудования. Другой проект Pocket Trainer всего лишь приложение для смартфона, но способное в форме игры повышать квалификацию сотрудников любой фирмы. За каждый уровень игры сотрудник получает очки, тем самым повышая свой опыт. Это может быть интересно компаниям, которые хотят, чтобы сотрудники находились в постоянном обучении, и которые хотят получать обратную связь по состоянию, по статусу, по прогрессу сотрудников в обучающих курсах. А для того, чтобы краевые предприниматели всех уровней смогли выйти на мировые рынки, в бизнес-инкубаторе разработали специальную платформу. Она переводит интернет-портал фирмы на любой язык мира, что освобождает от нужды создавать сайты на других языках. Если вы хотите работать с зарубежными партнерами, продавать товар на зарубежный рынок, неважно в какую страну, вам необходимо иметь локализованный сайт. И мы эту задачу решаем, как первоначальное представление, так и дальнейшей поддержки. То есть у вас на сайте всегда будет актуальная информация на детских языках. Всего в бизнес-инкубаторе воплощается 24 проекта в сфере информационных технологий. Частные инвестиции в них составляют около 60 миллионов рублей. 9 разработок уже поддержали и на федеральном уровне. Со многими из этих проектов можно ознакомиться на IT-коме. Здесь разработчики не только выставляют свое детище на показ, но и ищут потенциальных партнеров. Для того, чтобы лично оценить последние разработки в сфере информационных технологий, у жителей края есть еще два дня. Выставка будет работать до 18 октября. Кроме того, полную трансляцию IT-кома можно наблюдать на этом сайте. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости.